Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Двадцать четыре! Ничего себе! Уже жарко! Так, ладно. Так. Что у меня сегодня? А сегодня у меня кроме украшений, которые надо доделать, вот такой вот фронт работ. Вот. Этот еще будет сохнуть, а вот эти надо будет доделывать. Так. И сегодня... Сегодня среда, сегодня цыганский рынок. Давно я туда не ездила, надо съездить. Посмотрите. Что там новенького. Хотя, ничего там новенького нет. Все одно и то же. Так. Надо мне единственное вот это все дело попробовать снять. Снимется оно у меня, нет? Снимется. 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 Сейчас попробую. Мои дорогие, и как всегда, ставьте лайки, пишите комментарии, потому что без этого не двигается канал, а падает в яму. Нажимайте на колокольчик обязательно, чтобы в курсе быть новых видео. Заходите на Яндекс. Ссылочки там все внизу. В Инстаграм, в магазин заходите. Больше мне не к кому обращаться, мои хорошие. Какие ж они огромные. Вот мне... Я вот сама маленькая, а люблю все большое. Такие большие. А вон, смотрите. Из посаженных Танюшкой. Вот лилейнички. Желтенькие распускаются. И вот эти розочки зацветут. Они мне тоже, кажется, беленькие будут. Вот такие же, как эти. Такие же будут. Видно там что-то беленькое. А эти вот, как скосили в начале лета, так они и не цветут. Ганны какие. Ой, а подсолнух вообще сумасшедший. Вы посмотрите, какой он. У него самая большая голова уже облетела. А тут вон чего. Вон и что делается. Ну и богомол сидит, конечно, как без него. Вот как без него. Высоченный вырос. Розочки обрезаю, обрезаю. Все, опять надо обрезать. Последний цветочек. Все уже, конечно, уже вон какие уже гранаты-то висят. А все цветочки еще. Ну а зидипус, вот видите. Ну они не намного больше и будут. Ягодки-то. Они такие небольшие. Не, ну побольше, конечно, но не намного. Так, надо пойти позавтракать все-таки. Таблетки выпить свои. А то я уже все тут, вся в работе. Это покрасила белой краской. Тут пришлось еще цементом заливать. Очень стенка тонкая. Совсем. Тыква тоже, когда кофту сняла, оказалось, она вся корявая, перекорявая. Придется еще ее заглаживать тут. Замазывать. Неподъемная, тяжеленная. Вот это опять все к тому. Вот почему я люблю все большое. Нет, чтоб взяла из колготочек и сделала, да? Маленькую. Нет. Мне вот надо вот такую. Вот видите. А вот сейчас еще ее вот это обмажу, еще тут вот эти дырки задела. Она будет вообще неподъемная. Вот нахрен она мне такая нужна. Нет. Надо большую. Ой. Никак не уйти, еще вот бельёк снимать надо. Ой. Ой. Вот вчера вот повыдирала тут эти вот фиалки. Вон они. Вон сколько. и засыпала вот это всем травой скошенной которой. Пусть Танюшка на следующий год тут сажает всякое. Смотрите, какие ветки опустились. Смотрите, какие ветки опустились. Чуть не до земли. Да. А им некуда их. Вот те-то видите ветки, как хорошо они вон на крыше. Там тоже на сарае ветка. А этим некуда. Тень, конечно, от него хорошая, от нее. Но мусору это просто. Это вот так вот и будет сыпаться, сыпаться, сыпаться вот это все. Ой, а зимой вообще молчу. Вот так если я уеду в сентябре и приеду весной. Ой, что тут будет? Что тут будет? Это будут сугробы из веток листьев. Черт чего. Да. Никаких жильцов я больше не буду пускать. Стоит у меня на охране и стоит. И видеонаблюдение у меня идет. Ну и нафиг. Толку от них, от этих жильцов. Только потом правильно Костя говорит, ремонты только делай. Так что вот такие вот дела. Ладно, пошла я завтракать, а то сейчас опять ля-ля-ля, ля-ля-ля. Да есть-то не хочется, но таблетки надо пить, а для этого надо поесть чего-то. Вот вчера вам говорила, не идет у меня никак браслет Александре. Никак. Потому что рука у нее приличного размера. И такого, а таких вот бусин еще нет у меня. Да, можно вставить янтарики сюда. Кругленькие, да. И сделать на резинке. Но мне не хотелось очень делать на резинке. А на застежке, видите, получается очень большое. Вот. Всю голову я изломала. Сашенька дорогая, я делаю, но я делаю и разбираю, делаю и разбираю. Осталось-то немного, и вот прям самое... Надо съездить на променад, что ли. Может, там еще есть такие браслеты. Купить да добавить. Да вряд ли есть. Был один. Но я сделаю. Я сделаю. И вот это украшение немножко мне осталось. Застежку доделать. И серьги вот эти. Тут в чем проблема? Нет такой длинный пинов у меня. Проблема же с длинными пинами тут. Вообще с пинами проблема, а уж с длинными тем более. Ну ладно, я сделаю их на тросик. Будут шикарные. Шикарные длинные серьги. С вашей шеей вы себе можете позволить. Это я не могу такие серьги носить. А очень люблю прям, чтобы они были крупные, длинные. Но шейки нету. Голова сразу идет в плечи. Вот. А вам-то можно. Вот хочу вам похвалиться. Вот смотрите, сделала вот такую досочку для кухни. Ну, красота же и калибри тебе, и цветочки, и птички. Все как надо. Так. Так. И вот такая. Ну, это такая, скажем, в русском стиле. Наверное. Нет. В общеевропейском. Блюдечко, ложечка, чашечки и цветочки. Вот сейчас надо не забыть заехать в городок за яхтенным лаком. Покрыть это яхтенным лаком. И все. Это я на подарки делаю. А уж кому дарить буду, это я придумаю. Так. Ладно, сейчас собираюсь на автобус. Поеду на цыганский. Там посмотрю. Если будет что-то поснимать много, то может сделаю как отдельное видео. А если особо снимать нечего. Там не любят люди, когда снимают. Ну, продавцы я имею в виду. Кто-то ничего, а кто-то прям так агрессивно. И очень не хочется портить себе настроение из-за этого. Людей не переделаешь, а самой расстраиваться. Вот, ладно. В общем, короче говоря, посмотрю. Да, и надо в городок заехать. Ну и вроде все. Да вернусь назад дела делать. Привет, мои хорошие. Ну что, стою вся в белом. На остановке жду автобуса. Он уже должен уйти, но пока его не видно. Как-то, конечно, странно. Называется, хочу еду, хочу не еду. Хочу вовремя, хочу нет. С детьми люди. Ждем. Праздника сегодня вроде никакого нет. По праздникам они вообще не входят. И по выходным. Ой, и так-то ходят несколько раз в день. Вот сейчас в 10.48 должен был уйти, да? Потом в 12.48. И в 17 часов только туда, в город. От назад уже не идет. Ну, утром еще два, по-моему, идут. Ну, рано. И все. И то не могут нормально ходить. Пришел автобус, слава богу. Правда, на 15 минут опоздал. Для чего им расписание? Где они умудряются опоздавать на 15 минут? Весь Черноморск за полчаса обойдешь. И каждый раз стоишь и думаешь, придет, не придет. Ой, смотрите, сколько висит. Это же Алыча, наверное, да? Сколько? Я тоже подарю. Я принеду. Это даже не вопрос вообще. Сегодня среда. А это значит цыганский рынок. А цыганский рынок, значит, все... Все идут на южный рынок. Приезжают из соседних деревень. Все сюда. Это какая-то, мне кажется, просто традиция. Ну, сейчас посмотрим. Пёстренькие какие. В тенечке, молодцы. Хоть в тенечках. Ну, тут, собственно, как на каждом рынке. Холодные, а? Какие? Все. Морковь по 20 рублей. Перцы 40, арбузы 25, дыни 35, помидоры 45, огурцы по 30. Камуфляж. Камуфляж в каждом разной расцветке. Для холода, для тепла. Сумки. так вот там секонд-хенд ряды сейчас схожу посмотрю правда тут секонд-хенд шмотки гораздо хуже и дороже в три раза чем мурманске у нас ну чё ковырялась ковырялась нечего тут выбрать вообще вообще в оптовичок мне надо не надо она такая вапельная кстати приезжают с украины торговать это тем людям которые пишут что никто с украины к нам не приезжает не отдыхать ничего конечно и отдыхают и торгуют кому надо едут тут собственно я не знаю как из вещей я не покупаю такие вещи но так вот много чего можно купить ой какая прелесть ой какая прелесть посуда мне очень нравится я если бог даст буду уезжать из крыма обязательно куплю себе посуду такую ну пойдемте еще дальше посмотрим чего тут есть резиновые шлепки в огромное количество хлопковая одежда рубашечки штанишки для мужчин ну это обязательный атрибут. Вот эти халаты. Всячески. Вон, сколько. Ну, зайки мои, наверное, на каждом рынке это все, да, одно и то же. Ну, я-то на этом рынке бываю, поэтому показываю вам то, что есть на этом рынке. Бейсгальтеры. Трусики, штанишки. Это не весь рынок. Ну, вот шляпы везде одинаковые. Я вот все лето смотрю шляпы. И они везде одинаковые. Арбузику купить надо. Ну, хотелось еще мне в один магазин. Ну, он тоже, вон, видите, помидоры 50-60, огурцы 30, перец 40. Так удобно было. Здесь был проход. Взяли, заложили, сделали стену. Дымочки по 35. Вот, по 20 рублей арбузы. А на площади по 35 арбузы. По 20 огурцы. Синенькие по 40. Ручки поднимай. Я так вам положу. Подними руку. Опа. Так. Взять, что ли, вот такой небольшой. Сейчас возьму. Малина 150 рублей. Лоточек. Черешня 220. Ну, черешни, я хочу сказать, уже, видимо, ну, ее уже вообще редко у кого она есть. Орехи. 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 По 180. Вон, кукуруза уже очищенная по 10 рублей. все время пишут бахчисарай даже когда из турции привозят так вот любят вот это местная местная это в расчете на отдыхающих местные это знают что это не местный продукт сейчас ты уже и не поймешь откуда и чего перепелиные яйца ну это вот очень много стали везти из турции оливок маслин сладости всякие вот они вяленые сушеные тут химикаты рассаду не рассада семена точки ну ладно сейчас пойдем на другую сторону шапки тут всякая крупа семечки арнаутка полба я даже не слышал никогда голландка белая перловка вот так вот рис вьетнам жасмин масло домашние делают тоже так ну тут-то хорошо под навесом так а Так, ну что, пойдёмте по этим рядам пройдёмся. Очи. Конфет очень много. Очень много покупают конфет. Очень много едят сладкого на югах. Это я ещё, знаете, когда заметила ещё в начале 90-х. Я ездила в Азербайджан, летала, когда там танки стояли. И я ненормально туда летала. И вот я там ещё внимание обратила, сколько они едят сладкого. Это вот моё. Цикорий. Вот сколько цикорий всякого. Интересно, он отличается чем-нибудь? Так, ладно, это я на обратной дороге зайду. А тут всякая мелочёвка. Чайники, сковородки. Марина моя приезжает, она находит из Москвы, находит, что купить. Тут маме покупает, мам Вере, какие-то интересные платья находит. Вот, знаю я. Так. Вы не устали смотреть? Я уже ходить устала. Ну, мне вот, мне, собственно, ничего не нужно. Ну, арбуз бы я купила. Это я же исключительно для вас, для зрителей хожу. Ну, цены, в общем-то, практически одинаковые. Так, там опять малина. Тут арбузы по 25. Ну, как сами видите, казаки. Как не пролезть, зато за микроавтобусом. Так, сейчас я позвоню Анатолию. Если он меня заберёт, то я куплю арбуз. Ну, вот такой вот цыганский рынок. Купила арбузик. И сейчас поеду в другой магазин. Кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь. Всем спасибо за внимание. Огромное-огромное. Ну, вот Толик довёз меня до городка. Повёз ещё людей домой. О, я выхожу, и мурманская машина стоит. Так, надо мне яхтенный лак. Ой, хорошее вот это кафе, городок. Я уже про него говорила, мы сюда ходили. Слушайте, хорошо готовят так вообще. И обслуживание хорошее очень мне понравилось. Ну, а это наш городок. Так. Они тут всё поменяли. Так, где краски? Так. Господи. Так. Вот эти ведёрочки очень удобные. Я себе такое купила. Так. Ну что, купила я лак яхтенный. Красочку купила. Золотую. И баклажан. Баклажан у меня ещё не было такой краски. Так. Ну, тут. Ну, вот у меня такая мебель-то была. Ну, ещё столик остался журнальный. Ну, уже кресло уже давно выкинуло. Знаете, я считаю, что лучше из искусственного ротанга для улицы мебель. У нас в Болгарии вот была прелесть. За неё не переживаешь. И вода на неё льётся. И мороз. Ни хрена ей не делается. И выглядит хорошо. Ой, Господи. Так. Ну что. Эй, давай не ленись. Покупай живопись. Париж, любимый. Так, ладно. Да, век пластика. Кругом пластик, пластик, химия. Ой, люблю ламинат. Ну, ламинат я люблю на стены, а не на пол. Вот это вот прям моё. У меня вот сделано две стены. Не нарадуюсь. Ну, ладно. Пойду я на выход. Столик приедет. За мной. Косилки шесть тысяч стоят. Вообще нужная вещь в хозяйстве. Так. Ну что, где он? Приехал, не приехал? Смотрите, какая краска. Цвет какой красивый. Ах, сейчас буду рисовать. Ой, вот золото. А перестала, девчонки, спрей покупать. Он с кашпо облазит просто моментально. Так. Деньги на ветер называются. Эти, конечно, тоже дорогущие. Двести рублей. Двести с чем-то. Вот такая баночка. А это триста с чем-то. Ну, надеюсь, это хоть держаться будет. Вот такой вот яхтный лак. Досочки по кровати. Какие высажены. Прямо такого цвета. Лимонного. Ну, где он? Сейчас подъеду, говорят. Субтитры сделал DimaTorzok